Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя Легенды. Ежедневные награды за Лигу Сюганов Две Звезды, естественно, ребят, я собираю, тут, как говорится, к бабке не ходи. Заходим сразу в магазин и открываем колоду, всё, ребят, по стандарту, делаем всё в начале, все задания выполняем. Так, Эйприл О'Нил, хорошо, ладушки, давай здесь заберём реворды, так, отлично, и давайте поднять уровень персонажа, хорошо. Хорошо, сколько у нас с вами мутагена, по-моему, мало, да, ребят, мы с вами протратились в прошлый раз, но я думаю, что, хм, так, погоди-ка, мы с вами кого-то хотели, а, да, ребята, карайку, помните, да, я хотел немножко, ребят, её прокачать, хватит ей уже засиживаться, какой, 56 уровень, короче, моя цель будет прокачать её до 60-го, Потому что, ребята, у неё тоже довольно неплохие возможности, у неё есть массовые удары, также есть понижение атаки и так далее. В общем, нам это всё пригодится в дальнейшем, а теперь мы будем с вами искать ДНК. ДНК у нас будут на кого? Естественно, на Микеланджело, потому что, ребята, мы его, может быть, может быть, ещё раз повторю, будем переводить в платину, потому что, ну, уж слишком много от вас голосов, чтобы я его перевёл в платину, но нужно постараться для этого, нужно его ещё, ребят, прокачать для начала, да, чтобы у него было 5 звёзд золотых, а после этого уже, конечно же, переводить на следующий ранг. Так, ну что же, давай, наверное, поищем с вами Бибопа, да, тоже три попыточки, одна из них уже удачная, так, вторая нет, и третья у нас последняя, удачная, то есть две попытки у нас сработали из трёх. Это хороший результат. Так, и дальше мы с вами ищем кого? О, дальше мы обычно ищем морозильную кошку, да, но не забывайте, ребята, что мы с вами Бакстера Стокмана, муху именно, подняли по рангу, да, он у нас получил 5 звёзд золотых, поэтому надо искать, естественно, ДНК и на него, чтобы потом могли его когда-нибудь, в каком-нибудь веку, году перевести в платиновый. Так, где он у нас, где у нас этот самый Бакстер Стокман? Вот он, давайте искать. О, вот здесь, ребята, целая куча попыток, можно его тут, наверное, за короткие сроки просто найти. Вы посмотрите, сколько я могу здесь искать. Единственная проблема, это в пицце, потому что её может не хватить. Так, сколько у нас? 14 всего, ё-моё, ладно, давай. Ну что, ребята, а вы посмотрите, сколько я ещё могу искать. Офигеть, ещё очень много. Да, мне кажется, Бакстер у нас будет фаворитом на ближайший 5-звёздочный ранг, потому что в данный момент у него 4 и 44,1 ДНК у нас имеется. Так, ну что, задание мы с вами выполнили, забираем все наши награды, и что сегодня мы будем делать? Ребят, давай посмотрим, во-первых, я в испытаниях, всё прошёл или нет? Никто мне не подскажет. Так, ну этого Шреддера мы с вами не смогли, да, забомбить. Так, а вот в девичьей силе, по-моему, у нас... Да, у нас закончился тогда сыр, если я не ошибаюсь. Погоди-ка. Или же я путаю? Ребят, ну смотрите, 70-ый уровень, да? Я, наверное, всё-таки рискнул. Я рискнул, и, может быть, у нас получится, и мы с вами получим Эйприл Кунаичи. Так, давайте, ребята, начнём потихонечку бомбить. Судара снесли, что-то странное. Так, давай, мы не будем с вами использовать здесь супер-атаки. Просто пока обычными, ребята, атаками будем бомбить. Это было плохо, это было плохо, парень, с твоей стороны зря так сделал. Сейчас ты за это поплачешься просто-напросто. Угу. Поехали в разнос. Ну, пробьём. Пробили, отлично. Так, давай этого охламочки сейчас добомбим. Сколько здесь у нас? Пять волн, по-моему, да, ребят? Да, пять волн. Мы идём с вами только лишь на вторую. А вот с этими, конечно, здесь, мне кажется, лучше не шутить. Потому что у них, ребята, массовые атаки. Они могут нам довольно неплохо нервы потрепать. Угу. Что-то неудачно как-то вышло. Ладно, хорошо, давай сделаем так. Успеет, да, всё-таки бомбануть? Нет. Рафаэль, молодец. Я знаю, я на тебя рассчитываю. Так, всех накажешь или нет? Блин, массовая, да? Ладно. Рафаэль практически тут со всеми справился. И у нас третья волна. Вот эти училки, ребята, их нужно тоже, наверное, как можно быстрее забомбить. Я знаю их не массовые атаки, они мне не очень нравятся, поэтому... Поэтому вот так вот. Вышло как вышло. Давай уберём вот эту вот бабулю. Так, шикарно. Давай теперь вот эту. Добьёшь? Молодец, Рафик. Ты, как всегда, великолепен, и железная голова тоже нас к ней подвёл. Вообще чётко работает наша команда. Сколько я за неё играю, ребята, ещё никаких не было просадок. Ну что ж, давай, наверное, с морозильной кошки начнём, да? Вау, с вертушки просто снесли. Так, теперь Эйприл. Чтобы не хиляло там в следующий раз. Так добьём мы её, интересно? Нет. Почему-то у Криса, ребята, слабый удар. Вот атака слабенькая у него. Как ни крути. Блин, я боюсь, мы, ребята, его даже сможем потерять здесь. Уже потеряли. Да. Не знаю, не знаю, сможем ли мы последнего босса завалить без Криса. Ну, у нас в любом случае нет выбора. Надо стараться, пытаться. Можно даже попробовать переиграть. Ну, основная цель у нас, ребята, всё-таки получить реворд полностью и пройти эту ветку. Воу-воу-воу. Так. У неё уклонение стоит. Уклонение стоит. Что это такое? Ай, вот это удар сильный. Блин, постепенный урон. Да, ребята, наши шансы просто тают на глазах. Твою же дивизию. Ну, как так можно было лопухнуться? Я не понимаю. Я просто не понимаю. Рафаэль почему-то при контратаке наносит меньше урона. Что ты делаешь тут? Меньше урона, чем обычно. Так, это была массовая атака. Получи. У неё двойная атака, ребята, активировалась. Сейчас, я даже не знаю, с кого тут начать. Давай, наверное, всё-таки мы... Хотя атака пониженная. Ладно, давай тогда шинигами попробуем добомбить. Ну, пробей её. Так, железноголовый. Молодец. Красавчик. Теперь в любом случае нам, ребята, надо хиляться. Потому что на следующем этапе уже будет нас поджидать босс. Да какого фига мимо-то? Блин, тремя бойцами. Смогу ли я пройти? Я почему-то сомневаюсь. Я, ребят, почему-то сомневаюсь в этом деле. Так, минус белка. И вот, ребята, босс. Ну, все прекрасно помнят, да? Этого кренга в теле трансформера. Твою же маковку. Ладно, вставай давай, Олух. Мне придётся, ребята, наверное, через провокацию. Если успею я ещё что-нибудь тут сделать. Раф, давай. Молодец. Так, давай мы с тобой сделаем провокацию. И что мы сможем сделать? Поджечь. Поджечь вряд ли. А вот так вот, если сделать. Ага, хорошо, бомбанул. Так, давай, Рафаэль. Ответку, ответку, ответку. Бомби всегда ответку. Давай пробивной от Леонарда. Ох, ничего себе, он вжарил. Вот это он, ребята, сейчас вжарил. Вот вы видели, сколько Лео отнял здоровье у врага. Это просто колоссально. Ну что же, да, конечно же, мы прошли. Ну, с одной звёздочкой. Ладно, ребята, цель была не в том, чтобы на три звезды пройти. Хотя я всегда это люблю делать. А в том, чтобы получить вот именно ДНК на Эйприл Кунаичи. Они тоже очень редкие и выпадают только вот с таких заданий. Ну что же, зато теперь я спокоен, свободен. И могу, наверное, что? Могу, наверное, что-то здесь поискать. А почему бы и нет? Ну, видите, морозильная кошечка выпала. Две ДНК. А разве это плохо? Нет. Три осколочка золотых тоже хорошо. Вот это вот плохо. Это очень плохо. Да, ёлки-палки, это тоже не айс. Блин, дайте мне или белку, или шинегами. Пожалуйста, пожалуйста. Я сколько вас буду просить. Дайте мне кружку, блин. Зачем мне кружка? Ну ладно, серебряные осколки ещё куда не шло. Вот. Ну вот, ребята, это совсем другой разговор. Шинегами мы выбили. И сыра, к сожалению, больше нет. А отправляемся мы с вами, естественно, ребята, на турнирную арену. Все прекрасно знают, почему я её прохожу. Почему я за неё болею, радею. Потому что от неё зависит наша будущая прокачка персонажей. И я возьму, наверное, Валафа, да? Ну, а почему бы и нет? У него довольно неплохая команда. Два серебряных бойца. Плюс уровень 52. Об этом не стоит забывать. И начнём, пожалуй, мы опять же с Леонарда. Леонарда будет у меня сегодня прокачивать моих малышей. Ну, по крайней мере, постарается. Хоть мы с вами и сильно очень рискуем. Я, наверное, скажу, даже очень сильно рискуем, если я не возьму какого-нибудь другого персонажа. Давай, например, Змея Кавьюна, который меня, в принципе, никогда не подводил ещё. А Валафу мы немножко улыбочку сейчас, как говорится, искривим в другую сторону. Чтоб он не был такой самодовольным. Так, естественно, ребята, с вертухая начинаем мы. Опс. Так, и я думаю, что Змей Кавьюн всех добьёт здесь. Он должен, обязан. Оу, Донателло как-то выжил. Как-то непорядок, ребята, да? Немножко. Но, в любом случае, он бы здесь один ничего не сделал. Не пробил бы он здесь никого. Даже если бы он нанёс каком-нибудь удар. Хоть Эйпил, хоть Микеланджелу. Они бы выстояли. Так, и, ребята, давайте смотреть. Мы с вами на 80-й позиции. Всё, гуни 2 звезды. То есть, нам как-то нужно в 3 звезды пробраться, да ещё где-то набрать половину уровня. Чтобы в мастера попасть к концу недели. Это будет очень сложно сделать, на самом деле. Раз, два, три. И возьмём мы с вами, наверное, в эту команду в помощь Рахзара. Не знаю, конечно. Подожди-ка, я... Так, ладно, Леонардо, Рахзар... Всё должно получиться у нас. Да, по идее, ребят. Естественно, берём провокацию. Не забываем, что на два хода всего лишь она действует пока. Лео делает свою вертушку. И падает только слэш. Блин, от Хилл. От Эйприл. Ладно, фиг с ним, ребята. Давайте попробуем. У нас ещё есть время. Есть возможность здесь отстоять. Если, конечно, не будут массовые атаки. Это, конечно, парень зря сделал так. И ты тоже достал... Оу, Макман. Нифига, ты бомбанул. Да, ребята, он довольно сильно жарил. Так, попробуем, ребята, массовую атаку от короля крыс. Чёрт, она вообще никакая, ребят. Да, не делай защиту на себя. Блин. Так, хорошо. Давай, наверное, мы... Я разволновался, растерялся. Я даже не знаю, ребят, за кого тут хвататься, на самом деле. Ну, ладно, предположим, Эйприл мы убрали с поля боя. У нас, смотрите, ребята, провокация закончилась. Вообще ни о чём был удар, если честно. Так, я знаю, что Макман может, ребята, встать в стоечку. Так, этот в инвиз уходит. Ладно, это простительно. Для нас это не страшно. А вот это вот уже, ребята, это очень, на самом деле, страшно. Потому что если сейчас мне крысиного короля подобьют, это будет фиаско. Всё-таки плохо, что... А его, ребята, сейчас пробьют, да? Да. Его убили, к сожалению. Блин. Я, конечно... Ну, смотрите, ребят, в чём здесь проблема была. Рахзар, по своей сути, да, он провокатор. Но у него всего на два хода провокация. И если бы он, в отличие, как он, например, от Рафаэля, хотя бы мог бомбить, ну, то есть делать контратаку, от него было бы больше толку, чем просто стоять и терпеть эти удары. Тем более на два хода. Ну, это вообще ни о чём. Всё, ребята. Это, блин, разгром полнейший. Это просто разгром полнейший, потому что, ну, вы сами видели, я не вытянул этот бой. У меня два бойца упало. Соответственно, я получаю минимальное количество кубков и подниматься буду очень и очень медленно. Ну, смотрите, 71-я позиция была. Сейчас, наверное, 68-я или 64-я. Ну, это о чём? Это вообще ни о чём, ребята. А Леонардо, тем не менее, я, ребята, слил, точнее, попытку. Я ежедел откат. А это, извините меня, ребята, телепорт. Это тоже вам не хухры-мухры. Ладно, попробуем тогда сделать немножечко по-другому. Нам нужны массовики. И одним из них у нас будет, естественно, Ванька-стиранка, который, я надеюсь, всё-таки из пулемётной дроби сделает здесь вкусное жаркое. Давайте попробуем, ребят. Главное, чтобы Пит сейчас упал здесь. Падает Пит. И всё, ребят. Ну, непонятно. Иногда хорошо получается, иногда плохо. Но, в любом случае, ребята, здесь мы накумариваем их всех. Я даже без супер-атак делал всё. Отлично. Здесь всё получается замечательно. Посмотрим. 64-й позиции хотя бы на 40-ю было бы замечательно. Но вряд ли это получится. Вряд ли. Давай проверим. На какую кинут меня? Ну, на 50-ю. Ладно, хорошо. Половина пути пройтена у нас. Теперь нужно, чтобы у нас, ребята, были до 100... Во! Вот. Вот я вижу, ребята, Феднаны какой-то или кто-то такой. Не имеет значения. В общем, давай, ребята, попробуем. Естественно, возвращаем Леонарда в строй. И берём. Так, тут у него 54-57 уровни. Хм. 54-й, 57-й. Иначе нам придётся с вами взять, наверное, Багстер Стокмана ещё здесь для подстраховки. Что это сейчас было? Сила воздействия. Зачем это надо было писать в самом начале? Непонятно. Так. Хиллеры у него есть. Хиллеров. Да, у него есть хиллер Шреддер, да? Ясно. Ммм. Как замечательно, ребята, получается-то всё. А ну-ка, давай-ка мы вот это вот нахлобучим. Чётенько пришло, да, всё? Так, он делает массовую атаку своими клан Футовсами. Тихо, ребята. Вот это уже не смешно. У меня Хан может погибнуть. У меня может погибнуть Хан, я вам говорю. Ну-ка, Багстер, не подведи. Отлично. Вы видели, сколько здоровья отнялось у Хана? Офигеть, это с одного удара. Странно. Значит, у него была слабость. Так. Давай, ребята, на сороковую, пожалуйста. О, тридцать пятое. Ну что же, это тоже довольно неплохо. И во! Давно... Вячеславка, ё-моё, ты меня выручаешь, братюнь. Спасибо тебе за это. Спасибо, родной. Будем с тобой сейчас немножко разминаться. Так, пятьдесят четвёртый уровень, да? Не слишком ли, ребята, вызывающие вот это вот командование? Да не, нормально всё. Всё, должно быть хорошо. Сейчас Леонардо от вертушки как минимум двоих уложит, да? Остальные, я думаю, добьёт Карайка и, например, ту же самую Керби с ультразвуком. Так, поехали. Проверим. Проверим мою теорию. Главное, Донателло вышибить отсюда. Все вышиблись, кроме Донателло. Ладно, атаку если мы сделаем? Вот, уже пошёл прогресс, ребят. Паутинка и всё. Да, ребята, чем больше массовых атак у наших героев, тем быстрее у нас возможность пройти уровень. Причём без потерь. Так, какая? Двадцатая будет позиция, да? Двадцать первая. Слушай, ещё два боя, как-никак. Как нам это провернуть, Дельца? Как вы думаете, ребят? Если нам фортанёт сейчас с противниками, не надо мне шестидесятый уровень, пожалуйста. Дайте мне пятьдесят первые, пятьдесят вторые. Бом, нет, пятьдесят седьмые. Заманчивая, конечно, командочка была. Блин, пятьдесят девятые, пятьдесят восьмые. А поменьше можете мне дать? Дайте мне, пожалуйста, поменьше. По уровню, ребят, поменьше. И чтобы звёздность была хотя бы серебряная. Пятьдесят восьмой, шестидесятый. Не то. Это всё не то, ребят. Нас это вполне не устраивает. Да что ж вы издеваетесь-то надо мной? Во! Ребят, ну, возьмём, пожалуй, вот этот вот отряд. Амалия это у нас будет, да? Только лишь беру из-за того, что здесь три героя звёздных. Хотя пятьдесят восьмой, пятьдесят седьмой и пятьдесят девятый уровень. Это тоже довольно нелегко будет. И придётся нам с вами, знаете, что делать? Вот такую комбу мы с вами попробуем сейчас замутить. Хотелось бы, конечно, взять ещё двух малышей. Но я очень сильно рискую. Массовая атака у кого есть? Да, здесь массовая атака есть у Данателла. Здесь массовая атака есть у нейтрализатора. Поэтому, я думаю, наверное, нафиг мы уберём их отсюда. Не сможем мы, скорее всего, вытянуть. Я возьму, наверное, змею Карай. И всё-таки одного малыша. Блин, только бы они не уложили бы мне этого Леонарда. Как бы мне этого не хотелось, ребят. Так, ну что, естественно, всё... А, какая вертушка? Вначале у нас уклонение. Почему-то у Микеланджело инициатива намного больше, чем у Лео, да? И посмотрим, ребята, что у нас вот из этой вертушки выйдет. Ух ты! Слушай, я вам скажу, очень классно всё получается у нас. Блин! Если бы я знал, что вот так вот у нас всё получится, я бы взял бы ещё одного малыша. Того же самого Рокс, кстати, хотя бы, да? И мы бы смогли бы неплохо отыграть. Ладно, фиг с ним. Мы должны с вами где-то на десятую или пятнадцатую... Да нет, на десятую должны мы с вами опуститься. Ох ты, на шестую. Слушай, мы с вами, значит, вернёмся всё-таки в Лигу Сёгунов. В три звезды. И это будет шикарное, шикарное продвижение, ребят. Ну, согласитесь, вот как ты быстро залетаешь, так же быстро ты оттуда и слетаешь. Во! Малак! 56-53-й. И это причём, ребята, всё на серебре. Замешано. Так, ладно. Откатов у нас нет. Мы, ребят, забираем вот этих своих последних бойцов. И, наверное, придётся даже взять двух малышей и с ними отыграть, естественно. Так, ну что, будет бомбочка Зэка. После этого мы, наверное, в провокацию поставим Рафаэля, да? Я на это рассчитываю. Фу. Так, мы здесь ставим защиту. Дополнительную от Криса Брэдфорда. И так, он иммунитет вешает на себя. Ладно, хорошо, пускай будет иммунитет. Мы с вами встанём в провокацию от Рафаэля. И теперь главное, чтобы не было, ребята, массовых атак. А они будут обязательно. Особенно от Ваньки Стиранко. От Ваньки Стиранко нам нужно, ребят, с вами как-то удержаться. Попробуем, наверное, заблокировать ему способности эти. А-а-а, не получилось. Так, хиляет Рафаэль вражеский. Причём, довольно неплохо отхил у него прошёл. Так, массовая атака от Донателла. Ладно. За это он... Во, попробуем, ребят, атаку сделать. Может быть, даже постепенный урон ни на кого не повесился. Ёлки-ты-палки. Нет! Нет, ребята, ну как так? Я ведь предполагал, что упасть может. Блин. Вот Ваня козёл, вот он меня подвёл, а. Вот он меня подвёл, а. Он всё-таки бамбанул мне Шреддера, гады такие. Да, ребята. Ну, вы понимаете, к чему это всё ведёт. К тому, что мы, наверное... Нет, ну мы перейдём в Лигу Сигунов Три Звезды стопудово. Уж 6-то баллов, я думаю, мы с вами наберём. Ну, проверим. Да, ребята, какая только позиция у нас. 95-я. Больше мне, к сожалению, некем, ребята, здесь драться. Хоть я и рад бы подраться ещё. Может быть, часик-другой. Но нет возможности у меня такой. Нету. Видите? Персонажи все отыграли свою роль, остались только малыши. И, кстати, этих малышей пора бы уже, наверное, действительно как-то повышать по уровню, чтобы они тоже какое-то участие в игровом процессе у нас принимали. А не в самом начале, чтобы топтались там всю свою бытность. Давайте-ка мы у нас... У нас, по-моему, пиццы-то и нету, да? Чтобы кого-то повысить по уровню. У нас ещё, смотрите, сколько всяких малышей. Так, подожди-ка. Мы хотели, кстати, найти на Бакстера Стокмана. Да, у нас там пицца-то как раз вся и сгорела. Так что ничегошники у нас не выйдет. Давай зайдём в магазин и посмотрим по предметам. Так, да, ребята, мы можем с вами ещё купить 3 ДНК на Дони Космос. Слушай, ну мы так, смотрите, быстренько-быстренько с вами, ребята, скоро накопим. Кстати, у нас 581 серебряный осколок. Слушай, а мы за серебро как поднимаем с вами персонажей? Я вот не помню. Ведь как-то же можно, да? Они же ранг у нас получают. А вот как я что-то забыл, что для этого нужно сделать? Например, чтобы он перешёл на следующий уровень. Это нужно прокачать ему, по-моему, 45-й левел, да? Или нет? Хм. Так, что? Что, 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 что? Найти новый уровень. Так, вы достичь непределенную атаку, повысить юзерный рынок, можно собирать ДНК. А в чём проблема-то? Ну вот у меня тут нужны золотые, что ли, осколки, да? Ну нафиг, не может такого быть, ребята. Должны быть на серебряных осколках. Всё это как-то отыгрываться. О, мы можем, кстати, смотрите, у Пита повысить полбатона. Давайте повысим ему полбатона, ёлки-палки. Чтоб он хилял немножко получше. Ну, раз есть такая возможность. И давайте быстренько с вами просто уже обменяем все эти сюрикены, которые у нас накопились. Чтоб они меня лишний раз тут не смущали. Так, здесь обмен, обмен. Кто у нас тут ещё? У Карайки, я смотрю, есть, да? Давай обменяем. Так, у Кирби. Так, сколько, ребята, нам нужно? Нам нужно будет, чтобы повысить дальше по рангу, да? Нам нужно с вами 400 осколков. А у меня 370. То есть ещё 30 осколков. И мы, ребята, переведём персонажа, да? Следующего. А подожди, а куда? У меня же вроде бы хватало всё, нет? Нет, не хватало, ребята. Нам вот как раз-то и нужна эта неделя, как я вам говорил, да? И после вот этой недели, в конце, мы с вами будем переводить в платиновый ранг очередного героя. Это будет у меня, ребята, четвёртый герой. А кто, как говорится, вы уже пока сами комментируете, сами голосуйте. Я знаю только одно, что за Микеланджело проголосовала львиная доля людей. Но я не знаю, согласны ли вы ждать до тех пор, пока я ему повышу, извините меня, пятый золотой ранг. Ну, по звезде я имею в виду. А только после этого в платину, опять же, это всё очень долго. Так что, ребятушки, вы уж пишите. Или мы будем кого-то другого всё-таки переводить. Извините меня, героев у нас здесь предостаточно. Просто много, кого мы можем. Зека, Криса, Багстера Стокмана, Рахзара, Кара-Змея, Змей-Кавюн, Стиранка. Та же самая Карайка. Ну, сами понимаете, ребята, просто много-много-много героев, которые у нас могут. Вот даже вон, Паукус, ну, Паукус, я думаю, вряд ли кто захочет, потому что вообще про него никаких слов даже не было. Можно вот Нейтрализатора, Хана, Крисиного Короля, Эль Прелонил. Ну, я думаю, что нам нужны именно такие массовые герои, которые действительно проявляют себя в боях очень хорошо. Я думаю, вы понимаете, о чём я говорю. Ну всё, ребятулечки, такая вот у нас короткая сегодня вышла серия. Мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok